Добрый вечер! В эфире «Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. В «Карачаево-Черкесии» продолжается круглосуточный мониторинг пожарной опасности с использованием информационной системы дистанционного мониторинга Россельхоза. Накануне глава «Карачаево-Черкесии» провел заседание Республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Дня Карачаево-Черкесии и Дня города Черкеска. Приняли ряд концептуальных решений о том, как отметить праздничную дату. Первое – мы уйдем от больших концертов и массовых развлекательных мероприятий. Однако исторические даты – это важный этап развития региона. И мы должны показать, с чем мы подошли к очередной годовщине. Поэтому основной упор мы сделаем на мероприятиях просветительского, патриотического характера и будем ориентироваться прежде всего на детей, молодежь и семьи. Отдельное внимание уделим теме поддержки военнослужащих и членов их семей, сказал Рашид Тимрезов. На заседание одобрили план мероприятий, которые будут включать в себя культурные мероприятия народного творчества, открытие молодежного центра в поселке Кавказский, свето-музыкального фонтана в Черкесске, фестивали «Семья года», «Знамя победы», «Уличных культур» и «Молодежного искусства» в Карачаевске, выставку достижений народного хозяйства, предприятий республики и многое другое. 1 миллион человек примет всесезонный курорт Архыз к концу этого года. Эта информация прозвучала на пресс-конференции от представителей руководства курорта и Минтуризма Карачаева Черкесской Республики. Основными темами на повестке встречи стали культурно-просветительские проекты в Архызе и строительство нового аэропорта. О том, насколько будет увеличен турпоток в нашу республику к 2030 году, расскажет Альбина Ламкова. Полтора миллиона туристов насладились уникальной природой Карачаева Черкесии за полгода. Из них 750 тысяч посетили Архыз, поделился с прессой информацией генеральный директор курорта Архыз Роман Керанчук. Конечно, основной поток на сегодняшний день формируется благодаря зиме, но и летом туристы с удовольствием приезжают. Сейчас ежедневная сводка по посещаемости – это порядка 2000 человек в день. Есть гости, требующие активного отдыха, есть гости, требующие семейного отдыха, есть гости, требующие научно-популярного культурного отдыха. Мы стараемся ответить на все запросы разной клиентской базы, на наши потребности гостей. Летний турпоток на Архыз вырос за счет новых точек притяжения событий. На курорте произошли важные инфраструктурные изменения. Для этого с самого начала стройки была проведена масштабная работа и поставлены амбициозные цели. На сегодняшний день их воплотили с успеха. Я уже отмечал ранее, успешная практика, можно сказать, когда государство заходит и с нуля в поле создает курорт с помощью региональных властей. Здесь могу отметить, конечно, и нужно отметить, что это личное участие и большое внимание главы региона в развитии и становлении этого курорта, соответственно, федеральных органов власти. И вот государство создало этот курорт, показало его экономическую целесообразность, его эффективность и потенциал, огромный потенциал для развития. Уже в этом году для летнего семейного отдыха в Архызе создано 15 новых локаций, учитывая то, что прошлым летом были только прокат квадроциклов, прогулки на лошадях и 27 километров экотроп для трекинга. Еще на курорте впервые организовали и большое количество трафикообразующих событийных мероприятий. На высоте 2500 метров проводили свадебные церемонии, которые уже стали модными у туристов. Пользуются популярностью фестиваль музыки и науки выше звука. Сейчас на наш фестиваль люди из других регионов, из Москвы, Москва-Казань, Новосибирск, Красноярск, приехали к нам, специально зная про наш фестиваль. На открытом воздухе с видом на горы – это совершенно уникальный опыт, который мы потом переносим в концертные залы. Уже до конца лета заработает канатная дорога «Орбита» с кабинками со стеклянным полом. В планах запуск еще шести канатных дорог и 30 километров трасс по южному склону в сторону Дуки, включая два новых поселка с отелями. По планам Антера Групп строительство курорта Архиз будет полностью завершено к 2030 году. В итоге будет создан единый архитектурный стиль для комфортного отдыха туристов. Их количество вырастет до 2 миллионов. Ключевым показателем этой цифры станет инфраструктурный проект строительства аэропорта Архиз. Альбина Ламкова, Ринат Мука, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаеве, Черкесии, преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, днем 25-30 градусов тепла и местами до плюс 20. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесии, без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 28-30 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем наш выпуск. Судебные приставы Карачаева, Черкесии провели в региональной столице рейдовое мероприятие, направленное на выявление злостных неплательщиков по различным видам долговых обязательств. Несколько десятков человек, попадающих под данную категорию, удалось обнаружить с помощью системы дорожный пристав. Подробности в репортаже Артур Мхце. Последний человек, которого управляли по базе данных, или моего фамилию, вышла. Его задолженность. На сегодняшний день какая-то должность у него есть. Представитель Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии рассказывает о базе данных ведомств, в которой числятся в основном злостные неплательщики штрафов и других видов задолженностей. Видеокамера фиксирует авто человека, за которым числится минимум 60-дневная просрочка. Информация передается по рации коллегам из службы судебных приставов. И при содействии автоинспекторов транспортное средство останавливается у обочины. Дорожный пристав позволяет в транспортном потоке по номерам автомобилей выявлять должников. Совместные рейдовые мероприятия показали свою высокую результативность. Комплекс, используя телекамеру, установленную на дороге, в автоматическом режиме проверяет все проезжающие автомашины по базе данных Федеральной службы судебных приставов. В результате проведенных рейдовых мероприятий в течение дня удалось обнаружить более 40 должников, в своевременно не погрестивших имеющуюся задолженность. В базе должников наибольшее представительство у нарушителей правил дорожного движения. Впрочем, есть и немало уклонистов от оплаты алиментов, налогов, а также за использованные ресурсы. Все эти люди ранее проигнорировали добровольный 60-дневный срок. Если должник не оплачивает установленный добровольный срок, уже попадает к нам на принудительное исполнение, и мы уже исполняем постановление ГИБДД. Какие способы оплаты у них есть? У них есть возможности оплатить как на месте. У нас установлен терминал для оплаты задолженности. Могут и там оплатить, могут и он выдать кританцию, и могут онлайн через свой Сбербанк онлайн оплатить. Также могут через свои госуслуги. Судебные приставы рекомендуют жителям республики своевременно оплачивать штрафы и иные долговые обязательства, чтобы не оказаться в базе ведомства и не попасть в неприятную ситуацию, связанную с наложением ареста на имущество. Артур Мхц, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия. В Черкесске прошел чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии. В спортивном мероприятии принимали участие 15 команд, в числе которых представители соединений воинских частей и территориальных управлений Северокавказского округа. За игрой наблюдала наша коллега Майя Хамдохова. Чемпионат по мини-футболу среди сотрудников Росгвардии, который прошел на футбольном поле стадиона «Нарт», в столице республики собрал команды со всего региона. Яркие эмоции, азарт и дух товарищества царили на каждом матче. Солнечный день, свежий воздух и поддержка команды создавали идеальные условия для зрелищной борьбы на поле. По словам организаторов, такой увлекательный матч проводится ежегодно, и в этом году определится лучшая команда, которая будет представлять свою команду на главном чемпионате Росгвардии по мини-футболу, который пройдет в городе Электросталь. На данном чемпионате у нас участвуют 15 сборных команд, соединений воинских частей и частей непосредственно подчиненных командующих Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации. По итогам данного чемпионата у нас будет создана сборная команда, которая будет представлять округ на чемпионате Росгвардии, который состоится в городе Электросталь с 11 по 13 сентября. 15 команд стали участниками мини-футбола среди региональных управлений войск Национальной гвардии Российской Федерации. Счет открыла команда Северной Осетии в игре с командой Ставропольского края. Каждая команда привнесла свою уникальность и стиль игры, демонстрируя техническое мастерство и командную работу. Росгвардейцы из соседней Братской Республики Кабардино-Балкарий оценили высокое мастерство в технике игры с хозяевами поля. Турнир хороший, погода прекрасная, самое главное. Организация на высшем уровне, спасибо КЧР за такое гостеприимство. Соперники достойные, хорошие. Сейчас тяжелая игра была, местная команда очень. Я скажу, удивили нас, так что я думаю, у них тоже все получится. Хорошие игры, высоких результатов и дальнейших побед росгвардейцам пожелал заместитель начальника управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Сергей Богданов. Всегда побеждает здоровье и спорт побеждает. Поэтому я желаю всем заниматься физической культурой и спортом. Я желаю всем, чтобы все были участниками каких-либо соревнований и всегда побеждали. В финале встретились сильнейшие команды, среди которых и сборная команды росгвардейцев в Карачаево-Черкесии, продемонстрировавшие великолепную игру и стратегическое мышление. В итоге первыми стали сотрудники управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии, второе место у сборной команды Дагестана и бронза у команды из Ингушетии. Этот чемпионат оставил незабываемые впечатления и укрепил связи между сотрудниками, подтвердив, что спорт – это отличный способ объединения и взаимодействия не только в работе, но и в жизни. Майя Хамдохова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин